Дисконты довольно-таки высокие, несмотря на то, что, друзья, дисконты будут снижены почти в два раза до 350, но все равно, друзья, с точки зрения традиционного бизнеса, с точки зрения постановки... С точки зрения традиционного бизнеса, это, конечно, друзья, огромнейшее. И не думайте ни в коем случае, что сейчас при снижении вот этих дискаунтов, то есть венчурных премий уменьшится интерес или кто-то будет входить. Просто, друзья, были времена, когда дисконт был один к двум с половином тысячам, к двум тысячам. Потом долгое время был дисконт один к полутора тысячам. И вот как раз вся команда сегодняшних активистов и тех, кто директоров фондов, которые работают, они как раз пришли где-то два с половиной года назад именно на дисконты, именно на венчурные премии один к полутора тысячам. Хотя, я говорю, до этого я еще участвовал, принимал участие в работе, когда был... Это говорит о двум с половином тысячах. Это говорит, друзья, о чем? Что ценность денег была настолько высока, что приходилось делиться интеллектуальной собственностью и поощрять таким образом риск людей, потому что то, что было там три года назад, два года назад и год назад, друзья, это просто несоизмеримо с тем, что сегодня. И тем не менее, дисконт, который будет один к трёмстам пятидесяти, это все равно с точки зрения доходности, друзья, совсем другое. Тем более, что те, кто будут входить сегодня или после изменения с первого июня, они все равно, друзья, к концу года имеют возможность в десятки раз увеличить свой капитал. То есть, когда пойдет спрос на эти обязательства, когда начнется выкуп уже специализированными фондами этих обязательств, когда начнется их котировка сначала, ну, как бы такая неофициальная, а потом мы планируем уже ввести именно официальные котировки обязательств. Вот, то это, друзья, как раз уже то, что будет привлекать, естественно, что когда это будет происходить, там уже дисконты будут нулевые, то есть один к одному, это естественный процесс, и дальше начнется рост котировок. Но котировки будут привязаны к адресным проектам, к капитализации адресным проектам, к доходности тех или иных проектов, которые мы обязательно будем с вами рассматривать, к активному развитию технологии, приходу новых инвестиций, которые будут, потому что с точки зрения прогноза мы создаем механизм, друзья, который втянет, ну, почти до половины всех мировых инвестиций, начиная со следующего года. Это, конечно, очень серьезный подход, это очень серьезная сейчас аналитика, очень серьезная сейчас наука, но, друзья, мы к этому подошли, и сейчас мы очень большими темпами к этому движемся. Поэтому ни в коем случае не приводите, тем более не говорите никому о том, что сегодня доходность резко упала, и вот если бы вошли вчера, вы бы имели доход там по дисконту 1 к 600, сегодня 1 к 350. Это, друзья, просто говорит о том, что категория людей, которая имела возможность таким образом резко увеличить свой инвестиционный пакет за счет венчурных дискаунтов и инвестирования на ранней стадии, этот период прошел. И сегодня, когда технология активно строится, развивается, сегодня уже другие риски. И поэтому это, друзья, как раз плата тем людям вознаграждение, венчурное вознаграждение, кто нашел в себе силы, кто нашел в себе мужество, кто нашел в себе смелость инвестировать, прийти и поддержать проект. Сегодня, друзья, стадия совсем другая, сегодня уже преддемонстрационная стадия, сегодня каждый день ведутся переговоры уже с крупнейшими инвесторами, инвестиции которых исчисляются миллионами, десятками миллионов долларов. И мы увидим, то есть в прошлом месяце мы увидели инвестиции в 300 тысяч долларов, это рекорд. До этого долгое время держалась инвестиция, разовая инвестиция от одного инвестора в 150 тысяч долларов. Но я могу сказать, что сейчас это очень быстро будет меняться, и мы будем видеть все новых и новых инвесторов, которые приходят разом. Это, друзья, помимо тех институциональных фондов, которые сейчас присматриваются, ведут переговоры, обсуждают условия, на каких правилах, по каким, соответственно, правилам игры, которые сейчас дальше будут двигаться, они будут подключаться к этому проекту. И это, друзья, вопрос только недалеко от будущего, но что сейчас уже можно четко констатировать и говорить, что в первых числах июня прилетает большая команда уже из Австралии, из различных регионов, которые рассматривают разные проекты, которые уже проектируют, делают и согласовывают уже именно с инженерами, с проектировщиками конкретные трассы, чертежи, соответственно, выбирают уже опоры. И тогда это начинается уже конкретная работа по адресным проектам. Адресные проекты, пока, конечно, это небольшие адресные проекты, это строительство от университета до оздоровительного центра, то, что Ротхук сейчас говорит. Но ценность этого проекта в том, что он первый, и он начинает реально показывать уже технологию Skyway в применении, в жизни. И дальше я могу сказать, что мы уже год ведем переговоры с турецким, там пять университетов в Анкаре, которые необходимо связать 30-километровой трассой с студенческими камбузами, где живет 250 тысяч студентов. И они каждый день перемещаются в Анкару и обратно, и, соответственно, это целый город, который ездит на занятия. И как раз для них юнибайки – легкая система, когда можно студенту еще крутить педали, вырабатывать электроэнергию и перемещаться. Вот эта система сейчас рассматриваема. И я думаю, что мы в ближайшее время выйдем на какие-то очень серьезные подвижки с точки зрения конкретных проектов. Сегодня движется и развивается очень активно проект уже в Америке. Это город Орландо, штат Майами, где также рассматривается 30-40-километровая трасса, также в студенческом городке, который до 100 тысяч пассажиров, студентов в сутки будет перемещать. То есть это, друзья, процесс, который уже начинается, делается. И почему он сегодня своевременный? Потому что через месяц подвижной состав юнибайки будут готовы в Марьиной горке, в опытном производстве конструкторского бюро. А в сентябре это будет уже, друзья, показано на выставке в Берлине. И уже к концу года это начнется строиться сразу в нескольких проектах. Поэтому, друзья, это уже не какие-то дали там 17-18 или 20-й год, как нам пытаются приписать. Это, друзья, уже начало работы. Конечно, это не капитализация в тех объемах, которые может давать те дивиденды или рост котировок, о которых мы говорим. Но это, друзья, начало развития проекта. Это первые шаги. А первый шаг, как вы, друзья, понимаете, он всегда самый важный, самый сложный и самый ответственный. И как только сделав этот шаг, дальше это начнет набирать, набирать, набирать обороты. Это начнет двигаться и, соответственно, приносить котировки. И дальше уже будут те обязательства, которые у вас на руках есть. Они будут все больше и больше активом обладать. И здесь, друзья, еще один очень интересный момент, который мы сегодня обсуждали на дневном вебинаре. А родилось это из общения с крупным инвестиционным фондом Европы. Я его называл сейчас. Пока не будут подписаны бумаги, я просто буду говорить, что он есть, что такие переговоры ведутся. Это согласованная позиция. Но пока не подписаны бумаги, мы не будем именно четко показывать, что это за структура. Так вот, у нас был очень интересный разговор с экспертами, когда они готовят сейчас документы, юридические заключения по поводу входа и возможности именно построения финансовой схемы. И дальше мы затронули вопрос, а какое количество инвесторов и какое количество акций, что будет дальше, когда это капитализируется и на руках будет тот выполненный 15 этапов, будет перераспределено порядка, ну то есть на руках у инвесторов будет несколько десятков миллиардов акций. Соответственно, что дальше после этого произойдет, когда начнутся строиться адресные проекты и эти пакеты будут обладать реальной ценностью и каждый из вас будет обладать тем инвестиционным пакетом, который вы сейчас видите в своем личном кабинете и у каждого он будет исчисляться, друзья, сотнями тысяч, миллионами долларов. Так вот, друзья, я задаю вопрос, вчера я на конференции в Москве, не то что проверял, друзья, я просто показывал, как это работает и показывал, как очевиден ответ на этот вопрос. Я задал вопрос, что друзья, вот вы пришли в проект, инвестировали, неважно, кто 10 долларов, кто 15, кто 20, кто 1000, кто 2, вы соответственно получили пакеты и спустя какое-то время вы стали обладателем именно инвестиционного пакета, который обладает стоимостью. Это благодаря инженеру Юницкому, технологии, которая отстроена, краудинвестинговая система, которая отстроена уже по привлечению, инвестированию и созданию технологий и сегодня вы, рискнув небольшую сумму, получили очень существенную прибыль. И теперь я вам задаю вопрос, если вам сегодня инженерная школа Юницкого предложит инвестировать уже более крупные суммы из тех, что сегодня у вас на руках, а это уже десятки и десятки миллиардов долларов, соответственно в конкретные адресные проекты, в новые технологии, группы SkyTech, в то, что дальше будет развивать и будет обладать такой доходностью, и вы уже являетесь не новичком в венчурном бизнесе, а вы уже довольно-таки профессиональный игрок, который инвестировал и получил прибыль. И я вам задаю вопрос, друзья, какое количество людей согласится в ту же команду, которая сегодня создает эти проекты, благодаря которым двигается Skyway, инвестировать в другие адресные проекты, другие технологии, и это, друзья, будет речь идти уже не о десятках и даже не о сотнях миллионов долларов. Поэтому я могу сказать, что мы с вами помимо всего уникального, что создается, уникальная система, именно инженерная, транспортная, коммуникационная, создается уникальная краудинвестинговая система, то есть инвестпроводящая система, которая собирает огромное количество людей, аккумулирует потоки и, соответственно, направляет их на решение конкретной научно-практической задачи, которая сегодня визуализируется в виде технологии и уже проработки конкретных адресных проектов. Так вот, друзья, мы с вами создаем еще и мощнейшую инвестиционную систему, основой которой являются наши капиталы, которые мы зарабатываем сегодня благодаря именно венчурной форме инвестирования. И еще раз я говорю, друзья, это благодаря тому, что система сегодня крайне рисковая. Мы с вами идем в проект, который никогда неизвестно, что будет завтра. Мы очень верим, надеемся, что мы пройдем все трудности, которые будут возникать. Они возникали и возникают и будут возникать. Но весь опыт вот этой трехлетней работы показал, что мы в той или иной мере всегда проходим, всегда движемся правильно и всегда приходим к тому результату, который нам нужен. Так вот, друзья, я могу сказать, что мы с вами создаем, наверное, один из крупнейших инвестиционных фондов, который создавался именно для инвестирования в новые технологии, в новое производство. И у вас еще будет, то есть это тоже задает вопрос, а что, друзья, будет, когда будет закрыт вход в краудинвестинговую систему. И, соответственно, вход в корневую технологию будет закрыт. Но здесь, друзья, как говорила моя бабушка, она у меня была очень мудрым человеком, я могу сказать, что дай бог нам дожить до этих проблем. Дай бог. Потому что как только будет закрыт, это значит, первое, что за счет заказов и за счет крупных инвесторов идет финансирование технологий. Это раз. Второе. Идет приток инвестиций и идет развитие адресных проектов. Это, друзья, самое главное, ради чего мы собрались и ради чего запущен проект Skyway и группа Transnet, которая состоит из адресных проектов. Соответственно, друзья, строится транспортная коммуникационная система. Transnet начинает свои обороты, Transnet начинает двигаться по планете. Соответственно, наши инвестиции, наши пакеты начинают все больше и больше увеличиваться в цене. И в этом плане, друзья, я абсолютно вас могу заверить. И здесь вы четко можете понимать, что у вас будет возможность инвестировать не менее эффективно, чем вы инвестировали в Skyway. И команда, которая сейчас сложилась, которая работает и которая реализует проект Skyway, она предложит во главе с Анатолием Довичем Юницким еще много направлений, которые будут развиваться и делаться. Так что, друзья, я думаю, что нам надо с вами не думать о том, что будет, как и чем мы будем заниматься. А все силы сегодня приложить к тому, чтобы этот период как можно больше сократить и как можно сильнее приблизить этот момент. Для этого нам надо сейчас активнее работать. И, соответственно, с учетом, что у вас есть сегодня возможность и формировать венчурные пакеты, соответственно, как вознаграждение за тот риск, который вы несете. Ну и, соответственно, формировать тот доход, который сегодня дает система, которая позволяет уже зарабатывать сегодня именно в инвестиционном плане, на инвестиционном процессе, который сегодня делает группа компаний Skyway. Поэтому, друзья, я могу сказать, что все эти направления активно развиваются и ни у кого не возникает сегодня вопросов. То есть, вчера по конференции я в конце задал вопрос. Я говорю, вот есть один человек в зале остался, который уверен, что это мошенничество, что мы призываем к нечестным результатам, и мы не отвечаем за те результаты, которые мы сегодня делаем. И Юницкий, который показывает сегодня реализованные элементы технологии, это не то, что сегодня плод нашего с вами труда. Таких вопросов не возникает сегодня ни у кого. Поэтому есть, конечно, очень много вопросов, связанных с юридическим сопровождением, с защищенностью инвестиций, с защищенностью юридической компании, с интеллектуальной собственностью. Друзья, у такого сложнейшего проекта не может быть малое количество вопросов или то, что сегодня не сопровождает. Это, друзья, обязательно. Есть и суды с бывшими партнерами, есть и противостояние с конкурентами, есть непонимание и противостояние чиновников, которые сегодня заинтересованы в том, чтобы закапывать деньги под землю в метро, для того, чтобы тратить огромное количество средств на ремонт никому не нужных дорог сегодня, точнее, всем нужным, но никому не нужный ремонт, который ведется каждый год. Это все, друзья, сегодня происходит, это все сопровождает. И то, что мы сегодня нашли в себе смелость двигаться, это говорит о том, что это востребовано, что мы сегодня собрали интерес и желание большого количества людей. И самое главное сегодня, что ставится в нашем проекте, это даже не возможность сиюминутно и быстро заработать, а это реализовать проект, участвовать в реализации такого проекта, соответственно, быть соинвестором этого проекта и получать потом дивиденды от того, как этот проект будет развиваться. И такое, я могу сказать, что, насколько я сейчас работаю, это подавляющий интерес людей, которые хотят участвовать для того, чтобы миллионы людей не гибли на дорогах. Для того, чтобы экология сегодня хоть как-то начала из вот этого падающего парникового эффекта, выхлопных газов, огромного количества серы и свинца, которые сегодня мы дышим. То есть и в конце концов сами загоняем свою жизнь на грань выживания. Чтобы эта ситуация переломилась, чтобы мы жили в чистом месте, чтобы у нас был чистый воздух, чистые продукты. Мы безопасно ходили по земле, наши дети спокойно играли на лужайках, а не боясь о том, что он сейчас бежит 5 метров и рядом проедет автомобиль. Чтобы мы пили чистую стопроцентную экологическую воду, чтобы мы питались достойными чистыми продуктами, чтобы у нас у всех было достойное жилье и достойная работа и достойное обеспечение. И это, друзья, как раз то, что сегодня несет общая группа технологий SkyTech, SkyWay это ее локомотив, это то, что мы с вами сегодня реализуем, это то, что сегодня нам под силу и то, что сегодня уже нельзя отмахнуться и сказать, что, друзья, мы ничего не сделали или то, что мы сделали, это ничего не значит и, соответственно, никому не заметно. Нет, друзья, здесь я могу сказать и подтверждение, и репортажи, и сегодня в 64 странах мира есть наши партнеры, в 64 странах, друзья. Тут у нас 214 или 234 страны в ООН, поэтому я думаю, что недалек тот день, когда мы перейдем сначала половину стран ООН, а со временем, я думаю, мы подойдем о том, что партнеры SkyWay будут в каждой стране, которая входит в Организацию Объединенных Наций. Это тоже, друзья, веление времени, это тоже, друзья, процесс идет и всегда сравниваем ее с интернетом и тоже вот вчера задают вопрос, а что чиновники, как поддерживают, как не поддерживают и как вы без них собираетесь развивать там транснет, если они не поддерживают. И я задаю, друзья, встречный вопрос. Вот представьте, начало 90-х годов, когда начинает развиваться интернет, и мы знаем, что интернет идет по планете, он обязательно придет в каждую страну, это и мобильная связь, и мобильный интернет, и передача данных, которые сегодня крайне востребованы. И вот, допустим, чиновник типа Медведева встал своей широкой грудью, со всего своего гигантского роста, раздвинул руки и сказал, я интернет в Россию не пущу. Ну, как бы, друзья, это звучало или как бы это смотрелось, ну, не пустил или говорил бы, что не пустит, все равно технология пришла, потому что ее время пришло, все равно сегодня все пользуются интернетом, мобильным интернетом, мобильными телефонами. Это то, что сегодня является основным бизнесом, самым крупным. Точно так же сегодня, если какой-то чиновник или чинуша встанет сегодня и скажет, я транснет не пущу в Россию, в Европу, там еще кое-нибудь, ну и что, друзья, пройдет какое-то время, он что это скажет тем студентам, которым надо ездить дешево и безопасно от камбуза до, соответственно, университета? Или что можно сказать сегодня тем месторождениям, тем тому бизнесу, которые сегодня крайне востребованы в ресурсах, которые нужны и в которых железная дорога не может прийти и только технология инженера Юницкого позволяет осваивать эти месторождения и решать? Что, друзья, мы у кого-то будем спрашивать или решать, когда они до этого созреют? Нет, друзья, время пришло, технология пошла и никакая сила не может ее остановить. Это сказал еще более ста лет назад Дмитрий Иванович Менделеев и мы сейчас просто можем подтвердить и еще раз сказать, если время технологии пришло, то никакая сила не может ее остановить. Соответственно, сегодня мы с вами, тот, кто в нашем проекте, мы уверены в том, что это время пришло, количество людей, которые приходят каждый день, получают информацию, становятся нашими партнерами, активно продвигают проект. Это лишний раз тому подтверждение, это лишний раз говорит о том, что, друзья, мы на правильном пути, мы с вами делаем очень нужное, полезное, важное и, я бы еще сказал, доходное для каждого, кто-то участвует в проекте дел. Поэтому, строй SkyWay, спасай планету, это для нас сегодня основной лозунг, TransNet, это мы объединяем мир и объединять это наша работа. Поэтому, друзья, тот, кто к нам подсоединяется, вы просто пришли в нужное время, вы пришли в нужное место и я могу сказать, что получайте как можно быстрее информацию, потому что до первого числа произойдут очень грандиозные изменения с точки зрения именно венчурной доходности, то есть наша компания и вообще весь проект переходит на новый уровень и этап внутри развития и представление о проекте вовне. Поэтому, друзья, это крайний важный момент, поэтому определяйтесь для себя, какие вы будете выбирать пакеты, как вы будете становиться партнером, на каких условиях вы будете инвестировать, принимайте для себя решения, консультируйтесь, узнавайте, получайте информацию и двигайтесь, потому что самое будет неприятное, если эта возможность у вас была и вы ее упустили. Поэтому принимайте решения, хотя бы небольшими инвестициями для себя принимайте решения, но быть в проекте и быть всегда причастным к тому, что мы с вами делаем. Ну вот, друзья, я слово передаю Алексею Суходоеву. Он, как всегда, представит очень интересный свой взгляд на то, что происходит. Я просто могу напомнить, что 18 июня я приглашаю всех в Германию, Бензальфудс, это город, где будет проводиться германская конференция, это 18 июня в 12 часов. 30 июня у нас будет конференция в Казани, где мы с Алексеем также будем проводить. Ну а дальше следите за новостями, следите за работой, принимайте участие в работе и, как я могу сказать, общаясь с огромным количеством людей, которые сегодня уже рассматривают инвестиции на очень крупные суммы, я могу сказать, друзья, что мы с вами находимся в нужное время, в нужном месте. И что бы кругом ни происходило, друзья, Skyway – это то, что решит все проблемы и ответит на все вопросы, которые сегодня ставит перед нами время. Поэтому, друзья… Благодарю, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Кого не видел, кого видел, еще раз приветствую. Сегодня я хотел бы развеять такой миф и, может быть, неуверенность у наших инвесторов по незнанию. И более того, я вам сейчас сброшу, если быстро найду, то, что я сбрасывал и Сергею Анатольевичу, и причем, как бы, я очень много анализировал, есть даже целый цикл вебинаров по нашим конкурентам. Это не конкурент, просто я видел эту визуализацию еще два года назад, и вот, как бы, китайцы сделали один к десяти модель. Посмотрите, это концепция трамвая-туннеля. То есть, таким образом, наши китайские братья и не братья представляют себе выход из проблемы транспортного коллапса, пробок в современном мегаполисе. И, на самом деле, даже выход, когда автомобили будут летать, дамы и господа, и многие вот футурологи на сегодняшний день это пророчат, более того, испытания летающих автомобилей уже проходят, но, чтобы получить полностью сертификацию, апробацию, пройдут, я думаю, 5-7 лет еще, чтобы автомобили начали летать. Но, как только у той компании, которая занимается данными разработками данной технологии, произойдет, не дай бог, катастрофа в том же Китае, то есть, попросту говоря, что-нибудь у автомобиля летающего откажет, и, соответственно, это упадет на голову. Вы знаете, вот, допустим, в китайском мегаполисе десятки тысяч людей просыпаются, и, как кипящий такой муравейник, начинают все буквально кишить большими толпами на перекрестках, и, представьте, махина многотонная упадет на голову этим людям. Акции этой компании, могу сказать, моментально упадут в цене, и эта технология будет признана неэффективной, но она будет признана неэффективной не просто так задолго до гибели пассажиров, возможно, но уже после таких вот несчастных случаев. И мы много говорили на вебинарах про Илона Маска, про Тесла Моторс и про концепцию. Одно можем сказать, что у Илона, так же, как у Жака Фреско, есть замечательное качество упаковывать и продавать идею массам. Это действительно такое качество профессионального топ-менеджера, менеджера высшего класса, создавать идеологию, создавать красивую обертку и продавать ее, даже если это не имеет особой технологической какой-либо основательности. Что говорить об Анатолии Эдуардовичу Юницком на вводном технико-экономическом вебинаре, я говорил, что более 70 различных патентных изобретений было использовано еще во времена СССР. Анатолий Эдуардович Юницкий, автор более сотни различных изобретений, даже такие концепты, как летающая тарелка и так далее, то есть вот такие фантастические концепты, Анатолий Эдуардович также занимался, но, естественно, никто не позволял во времена СССР выводить подобные изобретения, и Анатолий Эдуардович становился на наиболее эффективных изобретениях, это ОТС, как именно наша общая цель, и уже при достижении светлого будущего, при получении первых дивидендов, потенциально, теоретически, возможно, в ближайшей перспективе. Я всегда буду повторять эти слова, пока наш проект венчурный и не закрыта возможность финансирования в корневую технологию. Соответственно, куда люди будут тратить свои сбережения, которые они будут теоретически получать от продажи акций, либо в качестве дивидендов через, допустим, пять лет. Мы, естественно, будем говорить инсайдную информацию тем людям, которые посещают наши вебинары. Я думаю, что также будем проводить вебинары, но уже по конкретным адресным проектам. То есть представьте, через, допустим, полтора года проходит вебинар по конкретному адресному проекту, к примеру, месторождение в какой-либо стране, освоение этого месторождения с помощью Skyway. И такая ограниченная подписка на финансирование, допустим, первого этапа, возможность для инвестиций в качестве народного финансирования. И далее уже будут присоединяться очень быстро крупные инвесторы. То есть максимально эффективно, максимально быстро можно будет капитализировать свои средства. По этой же логике развиваются на самом деле и крупные взаимные фонды, и венчурные фонды, и инвестиционные крупные фонды, и различные брокеры, которые передают действительно как бы секретную, полусекретную информацию, анализ, именно логику развития, вот как, не помню, как зовут человека, но он предсказал именно падение ипотечной экономики США, и достаточно серьезные сделал прибыли в своем фонде, проанализировав именно динамику роста падения, то есть вот эти графики по ипотечному рынку и по надуванию этого пузыря. Естественно, пузырь Transnet также будет надуваться, дамы и господа. Мир таков, мир на сегодняшний день не изменить действительно. И сильные мира сего будут пользоваться этим и раздувать этот пузырь, так же, как раздували в эпоху даткомов, так же, как раздували еще в эпоху нефтедоллара, когда Монополий завоевал Прокфеллер, и, собственно, когда он начал производить свои первые нефтепроводы, это свело на нет транспортировку через железнодорожные составы, так же, как вот тот же самый ипотечный бум. И на сегодняшний день экономика, на самом деле, дамы и господа, настолько перегрета, что возникают различные деятели от различных планов по псевдомодернизации ряда стран, а на самом деле заковывание в долговые обязательства стран и выплачивание долга за счет именно этой модернизации. По не такому, но недалеко, так скажем, ушел, действует принцип Илон Маск. То есть, что такое Тесла-автомобиль? Тесла-автомобиль, на самом деле, компания была образована 13 лет назад, ну, более 13 лет назад, и за 13 лет было выпущено всего лишь несколько моделей. Какой-то инновационности технологической ее нет, но на самом деле стоит признать, что Илон Маск собрал все воедино, но в основном это китайские комплектующие. То есть, китайские накопители литиевые, и про литий, если говорить, и на самом деле был такой случай, когда автомобиль загорелся, то же самое происходит, можете набрать в YouTube, что произойдет, если, допустим, нагреваете литиевую батарейку, она воспламеняется очень серьезно. То есть, о какой безопасности может идти речь? И, дамы и господа, на самом деле, об экологичности здесь не может идти никакой речи, именно говоря о концепции Тесла, и, собственно, об энергоэффективности тоже не может идти речи, потому что суперчарджер затрачивает 85 киловатт, и всего лишь один компонент зарядки. На станциях используется 4. То есть, фактически полмегаватта тратится на зарядку автомобиля. Как вы думаете, сколько тратит энергии, если переводить на именно электрическую энергию, к примеру, 50-местный юнибус? Это 20 киловатт. 20 киловатт после 85 киловатт, это, я думаю, очевидное сравнение для тех, кто даже не разбирается в физике чисто на примере чисел. И, на самом деле, то, что Илон Маск сделал со SpaceX, это имеет логику, если, допустим, иметь опорную точку, именно стартовую площадку, которая будет располагаться на высоте в несколько сотен километров, для уже, с возможностью уже преодоленного сопротивления стратосферы, атмосферы и так далее, и стартовать уже с этой площадки. По нашему мнению, возможно, это будет как раз-таки ОТС в том числе. И Илон Маск создал модернизированную телегу, так скажем. Почему телегу? Потому что производительность одной ракеты, я могу сказать, и Анатолий Эдуардович Юницкий в первую очередь это говорит во всех своих монографиях, а мы уже как последователи это повторяем и обосновываем на своих вебинарах, что современная ракета примерно 10 тысяч тонн может перевести в год. То есть это потенциал, сколько может перевести одна телега. На самом деле, Маск, придумав именно возможность посадки первой ступени ракеты, недалеко ушел, и если сравнивать с гужевым транспортом, то он попросту изобрел уздечку, либо седло, и, собственно, Анатолий Эдуардович занимался этим еще в раннем возрасте, когда еще в школе получил награду за модель ракеты, которая имела возможность взлета, и более того, экспериментальные пассажиры даже были, это мелкие грузуны были, животные, мышка была, и более того, ракета по расчетам молодого Юницкого могла приземляться именно в то место, в которое было рассчитано. И этому все удивлялись, но нечего удивляться, если человек действительно гениален, если действительно это Леонардо да Винчи нашего времени. Что говорить про Маска, про концепт Hyperloop, к примеру, он задал тренд, и в этом тоже неотъемлемая его часть, что он задает тренды, правильные тренды, он их чувствует, как именно такой вот достаточно высокого уровня маркетолог, топ-менеджер и человек, который умеет продавать великие идеи. Но вопрос, умеет ли Маск воплощать великие идеи в виде инженерии и так далее. То есть тот же SpaceX, что произошло, Маск собрал воедино, не создавая каких-то сильных ноу-хау, то есть используя то, что было использовано ранее, и сделал то, что было сделано еще фактически в 1969-70-х годах, то есть ракету. И на сегодняшний день он модернизирует ту сферу, которая имеет тупиковое развитие. Если говорить про транспорт Skyway, то да, у Анатолия Эдуардовича Юницкого планируется, если это потребуется, и более высокие скорости, и более тысячи километров в час. И это будет перемещение, возможно, также в вакуумной трубе. Но на сегодняшний день абсолютной логикой максимально эффективного перемещения является как раз таки скорости 500-600 максимум километров в час. То есть это комфортное перемещение. Кому нужно нам с вами перемещаться, испытывать нагрузки, испытывать страх перед небезопасным перемещением. И Сергей Анатольевич шутил, но на самом деле это одна из статей, что Маск собирался вырабатывать энергию от крика пассажиров, от страха при перемещении. Я не хотел бы лично перемещаться со скоростью больше тысячи километров в час в вакуумной трубе. И, собственно, что произойдет, если чуть-чуть нарушить свою траекторию движения подвижной состав? Произойдет авария и произойдет авария хорошо, каким образом ремонтировать, какие затраты. Если сама трасса это десятки миллионов, ну 30-40 миллионов долларов за километр, то каким образом будет осуществляться ремонт? Снова 30-40 миллионов долларов на ремонт. Естественно, можно осваивать бюджеты, и что Маск замечательно делает, то есть НАСА осваивается бюджет, также Калифорния сейчас осваивается замечательно бюджет. Если говорить про концепцию Powerwall, также замечательно была создана концепция, и более того, эта концепция также будет применяться Skyway. Анатолий Эдуардович имел такие именно необходимости и возможности применения. Но в отличие от Маска, в Тесла не используется даже собственный двигатель, чего не скажешь о собственной разработке мотор-колеса, о собственной разработке спецбетона, то есть фактически все внутри научно-производственного конструкторского предприятия делается свое, родное, так скажем, которое не смогут украсть конкуренты, и почему Анатолий Эдуардович Юницкий разработал систему автоматизированного управления именно свою, а не взял у Талис и так далее, потому что разработка это 10-20 миллионов, внедрение это более 30 миллионов долларов, всего лишь система автоматизированного управления. На эти деньги мы можем построить, могли построить, и сейчас уже строим городскую пассажирскую трассу, легкую трассу, даже грузовую трассу, также могли начать строить. А эти деньги потребовались бы только на внедрение системы автоматизированного управления. И, дамы и господа, на самом деле, наше с вами счастье и заслуга, великое, действительно, поистине, Анатолия Эдуардовича Юницкого, что все максимально оптимизируется, и в первую очередь, все подкреплено инженерной мыслью. Не договорил про Powerwall, концепция заключается в том, что, соответственно, находится батарейка, которая может отапливать целые дома по логике именно представленной рынку, по иллюзорной логике, которая представлена рынку. Но, вообще, если больше проанализировать, то эти батареи используются из тех же батарей, которые уже отработаны в автомобилях, то есть, это обычные китайские аккумуляторы, которые используются в скутерах и так далее. И заявлялось 47, максимум 10 кВт в час, это мощность Powerwall, таким образом можно использовать эффективно в виде энергии ваш ноутбук, к примеру, лампочку и, например, какое-то еще небольшое устройство, которое не потребляет много энергии. Если говорить про концепцию, то, что будет применяться уже в жилых массивах, в жилых помещениях, то это холодильники, это стиральные машины, это намного больше, чем 7-10 кВт в час. Более того, в отличие от Skyway и лично Анатолия Эдуардовича Юницкого и всей команды Skyway, у нас ведется строительство, так скажем, ведется ответ за свои слова. У Илона Маска по Powerwall многие сделали предзаказ и по 3000 долларов можно было купить этот аккумулятор, но фабрика по созданию вот этих батарей Powerwall она находится сейчас даже не в стадии строительства, даже сам концепт Powerwall он недостаточно разработан, чтобы внедрять на рынок. Был создан ажиотаж и прецедент, что да, это появится в августе, что первая партия была кому-то отдана, то есть это те методы, которые используют современные корпорации, дамы и господа, но те, которые не используются, например, Skyway, то есть да, нужно использовать опыт создания шума, роста акций, котировок и так далее, мы сейчас нарабатываем этот опыт и это обязательно будет, дамы и господа, но самое главное, нужно действительно говорить, ну, как собственно вот лучший бизнес это честный бизнес и открытый бизнес, тогда и клиенты потянутся, и проекты появятся, и вот как раз таки по такой логике развивается проект Skyway, чего не скажешь об корпорации Илона Маска, это замечательный маркетолог, замечательный менеджер, но если говорить про инженерную составляющую, почему, допустим, он открыл патенты, патенты просто там простейшие на самом деле, то есть это обводы корпуса не за счет раскрытия аэродинамических каких-то показателей их свойств, просто чтобы было красиво. Это обшивки и внутреннее убранство салона и это соответственно какой будет ручка максимально эффективной, чтобы было удобно открывать дверь у Тесла автомобиля. Вот примерно такими разработками занимается Маск, но гения именно управленческого не нужно недооценивать и то, что сейчас поддерживается НАСА, нужно за этим наблюдать, нужно за этим смотреть, но если говорить про Hyperloop, все об этом в курсе, то на самом деле Hyperloop Transport Technologies по аналитике, которую посмотрел не на одной статье и наткнулся на такую интересную информацию, что вообще Hyperloop Transport Technologies это организация из чуть более 500 людей, инженеров и людей в большинстве своем работающих на неполную занятость, проводящих конференции, совещания по Skype. И на самом деле то, что недавно продемонстрировали Hyperloop, то, что тележка поехала со скоростью 120 км в час, но лучше бы этого не демонстрировали. То есть это для технических фанатов, так скажем, гуманитариев технических фанатов, причем, которые не разбираются в технике, которые потребляют вот эту именно технологическую составляющую айфоны, то, что Джобс заработал на понтах молодежи, но собственно Маск зарабатывает на понтах не только молодежи, потому что первые автомобили начали покупать знаменитости и логика в этом абсолютно правильное развитие, то, что вначале сделать эффективный дорогой транспорт, потом сделать больше транспортных модулей, больше сеть и сделать его дешевле и далее запустить массовое производство и сделать действительно транспортную сеть в ближайшем будущем, это вот ближайшие 10 лет, замкнуть эту транспортную сеть, что мы планируем сделать в Skyway, построить в начале сотни тысяч километров дорог, потом это будет миллионы, потом десятки миллионов, и со студентами велось общение, на днях очень интересные вопросы задавали, один студент задал такой житейский вопрос, а как быть на струне, если я хочу поехать с девушкой гулять, допустим, и на автомобиле я могу куда-то поехать, как я поеду на юнибайке и так далее, ответ на этот вопрос был очень простым от меня, я сказал, что скорее всего в это место уже будет струна проложена, он сказал, как так, и я как бы ответил ему еще раз, что сегодня, на сегодняшний момент неокупаемым средством, то есть строительством обычных автодорог, строятся дороги даже в самых глубинках, потому что там необходимо построить дорогу, потому что как-то нужно туда добираться, автомобильные дороги никогда не окупятся, что говорить о проекте Skyway, они будут окупаться многократно и позволят действительно перемещать пассажиров со стоимостью максимально дешевой и в идеале окупаемой грузовыми перевозками, освоением месторождений трудно осваиваемых на сегодняшний день и стремлением действительно пассажира по перевозок к нулю, и это действительно реально возможно самое интересное дамы и господа, ну и самое великолепное то, что в этой компании, в этой корпорации мы на сегодняшний день с вами и принимаем участие в конкретной технологически обоснованной и подкрепленной действительно гениальным умом великого руководителя инженеров, конструкторов, полководца Skyway, это Анатолий Эдуардович Юницкий, который действительно гениально ведет стратегию, порой нам, Сергею Анатольевичу, не сразу понятна эта стратегия и решения оказываются так или иначе правильными, это действительно счастье участия в такой проекте, в такой компании, дамы и господа, потому что с такими результатами мы обязательно достигнем светлого пути в конце нашего туннеля, не вакуумной трубы, а собственно туннеля к светлому будущему, чего не скажешь о Hyperloop, Tesla и Powerwall. Собственно вот такое мое видение, дамы и господа, так что не расстраивайтесь, мы обгоним всех и навсегда, как это говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, и это все подкреплено технологически, уже максимально подкрепляется экономически, финансово, финансовые риски снижаются, но нам не стоит расслабляться, давайте делать марш-бросок такой вот на 2016 год как минимум, возможно финансирование будет и закрыто до конца первого квартала 2017, возможно до конца 2016 года, никто этого не знает, и этого даже не знают те крупные инвесторы, которые стремительно сейчас наблюдают за проектом, сейчас упаковываются достаточно крупные адресные проекты, в один прекрасный момент на одном из вебинаров уже задним числом мы можем объявить, что финансирование в корневую компанию сейчас уже невозможно, и что собственно такая возможность больше не имеет под собой абсолютно никакой реальности, ожидайте адресных проектов, обязательно мы до этого времени с вами доживем, и на самом деле это такое недалекое будущее, которое абсолютно обозримо для людей и преклонного возраста, тоже, которые участвуют в нашем проекте Skyway. Благодарю за внимание, строй Skyway, спасай планету. Благодарю, друзья. Сергей Анатольевич, вам слово. Друзья, ну я буду уже завершать сегодня наш вебинар, то есть мы вопросы, которые естественно, что основной вопрос, который и волнует всех и то, что сегодня активно обсуждается и делается, это выход компании на новый этап с шестого на седьмой, это соответственно сопряжено с очень серьезной, почти в два раза сменной венчурных премий в виде дискаунтов, и соответственно, опять же, друзья, я на этом акцентировал внимание, прошу еще раз обратить внимание, ни в коем случае, чтобы не звучали разговоры, потому что вы просто будете обманывать людей или вводить заблуждение, если вы говорите, что вот раньше были дисконты к полуторам тысячам, к тысячам, к шестистам, а теперь 350, что вы ничего не зарабатываете, друзья, один к трехстам или трехстам пятидесяти, сейчас основные, которые будут пакеты, дискаунты, друзья, это все равно огромнейшие, еще раз скажу, огромнейшие венчурные премии, огромные, и это исчисляется, если переводить в годовую доходность, это десятки и сотни тысяч процентов, поэтому, друзья, давайте не произносить таких слов, сегодня, чтобы вы понимали, компания и лично Юницкий, как организатор проекта, идет на такие премии, только потому, что сегодня риск еще сохраняется очень большой, и то, что сегодня привлекаемые инвестиции играют ключевую роль, потому что благодаря краудинвестингу, инвестпроводящей системе, сегодня финансируется конструкторское бюро, создается документация, проектируется строительство непосредственно стендов в экотехнопарке, и идет подготовка уже адресных проектов, только благодаря этим деньгам, поэтому сегодня это крайне важная вещь. Почему сегодня происходит такая, ну, скажем так, значительная смена, потому что сегодня готовится демонстрация, и это показывает, что рискованность проекта резко снижается, просто резко, и, соответственно, это демонстрация того, что идет наращивание темпов, и реально идет выход на уже подготовка к инвестиционному процессу, то есть, когда следующим этапом, я могу сказать, что будут уже обязательно выпускаемые облигации, то есть, как это делается в финансовых инструментах, которые будут конвертироваться потом в акции, облигации обязательно будут обеспеченными, облигации обязательно будут проходить через очень серьезных финансовых эмитентов, иметь заключение, это традиционная работа на европейском рынке, к чему мы сейчас активно готовимся, это традиционная работа на американском рынке, таким образом, мы тоже, друзья, это будем делать, но это требует большой подготовительной работы и большой первоначальных затрат, чего компания не могла позволить себе ни два года назад, ни год назад, и сейчас затраты, которые идут на экотехнопарк, они намного важнее, чем то, что сегодня требуют для упаковки, тем более, что, друзья, еще раз сохраняется, и это очень для нас важный момент, это сохраняется вход для тысячи тысяч небольших инвесторов, на небольшие суммы имеется в виду не то, что неважно, каждый инвестор, друзья, для нас крайне важно, неважно 10 долларов, 10 тысяч или 100 тысяч, все участники проекта, все, кто на своих плечах выносит сегодня основную тяжесть вот этого риска, но с точки зрения классификации это идет не квалифицированные, не профессиональные инвесторы, которые могут 100% потерять свои деньги, потому что это венчурный проект, 100% венчурный проект, поэтому сегодня эта стадия постепенно по мере подготовки демонстрации, по мере визуализации, по мере разрастания и подключения большого количества уже именно заказчиков и людей, которые заинтересованы в технологии, естественно, этот процесс, друзья, меняется, и такое резкое снижение как раз показывает о том, что риск, когда не была пройдена точка невозврата, она сегодня фактически преодолена, и сегодня, опять же, еще очень важный момент, друзья, что так как мы с вами делаем, одно делаем мы партнеры, то сегодня очень важный процесс это планировать сегодня инвестиционные вложения именно на ближайшие три месяца, потому что, друзья, эти три месяца, они крайне важны, и они важны и для Юницкого как инженера, которым необходимо сейчас проектировать и изготовить опытные образцы, они важны именно с точки зрения планирования работы для подготовки к выставке и презентации, друзья, еще раз повторяйте, что это мировая выставка, и это будет мировая презентация технологии Skyway, и в октябре это будет презентация уже первого движущегося прототипа, то есть это сама технология, которая уже реализована благодаря нашей работе сначала в чертежах, потом в опытных образцах, теперь уже в действующих экземплярах, и это, друзья, требует определенного планирования, если не планировать, то можно какие-то работы не выполнить и, соответственно, не выполнить те взятые на себя обязательства, которые компания и лично Юницкий взял на 21-23 сентября, где будут мировые лидеры в инновациях в сфере транспорта и в октябре на демонстрации. Поэтому, друзья, давайте вместе, так как мы всегда набрали на большое количество людей именно эти риски, и мы, соответственно, сегодня подходим к тому, что сообща мы можем сегодня эту работу выполнить, и когда начнет работать уже инвестиционный механизм для Европы, инвестиционный механизм для Америки, когда подключится и основная тяжесть перейдет на уже профессиональные крупные фонды, друзья, мы с вами уже будем заниматься адресными проектами, мы будем заниматься еще группой технологий SkyTech, которую сегодня разрабатывает инженерная школа Анатолия Дурачев-Юницкого, это тоже, друзья, будет не менее перспективные вещи. Skyway это локомотив, Skyway это то, что сегодня пробивает эту брешь, сегодня это доминирующая технология шестого технологического уклада. Вокруг и, соответственно, следом за этим локомотивом будет еще огромное количество технологий, как мы уже не раз говорили, это связано и со строительством, и индивидуальным, и высотным, и с энергетикой, и с сельским хозяйством, и еще с огромным количеством направлений, это группа технологий SkyTech, которая будет соответственно продвигать целые направления, целые отрасли. И мы, друзья, с вами, как формируя уже, я бы сказал, довольно-таки крупный на десятки и десятки миллиардов долларов инвестиционный фонд, мы с вами уже будем крупными, профессиональными, квалифицированными инвесторами, тем более у нас с вами будет история, что это мы с вами вывели технологию SkyWay, поэтому мы с вами будем дальше выводить технологию и SkyGlass, и SkyLand, то есть Земля, и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, это еще огромная-огромная работа, и в том плане, что доверие, то, что мы с вами сделали практически невозможное, и то, что большинство не верили, а мы прошли этот путь, это говорит о том, что дальше мы будем двигаться еще в разработке целой группы технологий, и самое главное, что, друзья, для этого у нас будет уже свой инвестиционный ресурс, людей, которые пришли, поверили в проект, которые серьезно заработали в проекте, и у которых еще есть существенная перспектива для того, чтобы инвестировать и инвестировать дальше. Поэтому здесь я могу сказать, что та работа, которая проделана, она имеет огромное значение, благодаря этой работе все движется, но впереди нас ожидает, друзья, еще очень много интересного, нас ожидает грандиознейшие задачи, мы с вами будем разбирать еще очень многие проекты, понимаете, еще в чем сложность сегодня, обладая информацией, мне так и хочется сейчас очень многие вещи с вами поделиться, рассказать, потому что я участвую в переговорах, но это бизнес-процессы, и о многих вещах, друзья, говорить преждевременно нельзя, потому что это все-таки уже построение крупнейших бизнес-компаний, и придет время, причем, друзья, это обозримое время, это может быть май, июнь, там, часть июля, и мы с вами уже будем активно обсуждать и предлагать участие в некоторых адресных проектах, и рассказывать бизнес-планы уже по конкретным адресным проектам, я могу сказать, что это, друзья, самое ближайшее будущее, а сейчас, пока мы должны сконцентрироваться только на подготовке к сентябрьской выставке в Берлине и октябрьской презентации в Марьиной Горке, соответственно, для этого мы сейчас должны спланировать работу, и именно вот эта неделя, она будет очень важной, потому что каждый из нас берет на себя ответственность, соответственно, это складывается все в общий финансовый план того, что будет реализовано, и это гарантия того, что за июнь-август вся планированная работа, которая сегодня закладывается, она будет выполнена, а это, друзья, как раз уже гарантия того, что будет презентация, будет демонстрация, будет вход крупных игроков, и это дальше начнется, соответственно, то развитие технологии, которую мы сегодня с вами говорим и делаем, и здесь еще раз вы должны четко понимать и для себя, и нести эту информацию, что если кто-то занимается прогнозированием, кто-то занимается гаданием на кофейной гуще, кто-то занимается штудированием и перечитыванием всевозможных, начиная от Ванги и кончая Нострадамусом, то есть тоже, мне тут недавно написал деятель, что оказывается струнные технологии и описание технологии Skyway и линий Транснет он нашел еще у Нострадамуса, вот, в принципе, все может быть, но лучше бы почитал серьезные труды, а не то, что сегодня там то есть я просто поулыбался на этот предмет. Так вот, друзья, то, что мы сегодня делаем именно научным прогнозом, это те возможности, которые заложены сегодня в группе технологий SkyTech, это то, что сегодня создает инженерная школа, и мы с вами, друзья, занимаемся никаким негаданием, тем более мы не занимаемся предсказаниями с точки зрения каких-то оккультных вещей, мы занимаемся строго научным прогнозом, строго моделированием возможностей технологий, и когда мы говорим, что мы знаем, какой будет основной ресурс на евразийском пространстве, что это лед, вода, энергетика, которые заложены в льду, соответственно, когда теплота плавления льда в четыре раза больше, чем теплота плавления стали, то есть представляете, какое количество энергетики, энергии находится в замороженном льде, и когда мы будем возить два миллиарда хотя бы тонн, то энергетический баланс увеличится примерно в три раза, то есть для того, чтобы получить такое количество энергии, надо сжечь три годовых добычи нефти на земле, соответственно, естественно, что, друзья, это серьезнейший бизнес, который сегодня никто не рассматривает, и когда я первый раз об этом услышал от Юницкого еще 16 лет назад, и стал еще передавать людям, то некоторые считали меня сумасшедшим, а сегодня мы это слышим от министра сельского хозяйства Ткачева, от советника президента Сергея Юрьевича Глазева, академика международной Академии, окажется, сегодня это уже вполне понятный бизнес, оказывается, что это может быть реализовано, ну, помимо того, что Юницкий об этом говорит уже 15 лет, и более того, подготовлена технология, и подготовлена целая концепция и бизнес-план, как это может реализовывать, как это может быть реализовано. Так вот, для кого-то это уже бизнес, который может начаться в этом году, в этом году, друзья, еще раз скажу, вот, то есть для кого-то линейные города, это какое-то несбыточное будущее, футурология, еще, а это, друзья, развитие технологии и более рациональное ее использование, а как побочный эффект, это поселение города с пешеходной зоной, это абсолютная безопасность перемещения транспорта, это экологичность расселения, это 100% экологичные продукты с использованием технологии ГУМУСа и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, друзья, мы с вами не гадаем, а мы строим это будущее, и это будущее на данный момент, друзья, зависит только от нас, поэтому мы с Алексеем, планируя сейчас участвовать в мировом съезде футурологов, которые, сегодня мы изучаем все, что они сегодня прогнозируют и делают, я могу сказать, что то, что сегодня видим и представляем мы, именно как последователи инженерной школы Антону Доварчу Яницкого, то мы действительно четко знаем, как будет развиваться и бизнес, и направление, и технологии, и расселение, и вплоть до сельского хозяйства на ближайшие 5, 10, 15, 20 и 30 лет. Поэтому все, кто сегодня прислушиваются к тому, что мы говорим, все, кто сегодня относится серьезно к тому, что мы делаем, у них есть шанс участвовать в этом проекте, инвестировать в этот проект и получать те венчурные премии, которые сегодня гарантируют компания. У всех остальных скептиков, друзья, это будет предмет для анализа, как сегодня анализируют и говорят, как выросла компания Apple за 25 лет, то есть, когда рост акций прошел в 3600 раз, точно так же будут говорить и про группу компаний Skyway, и про акции, у которых была возможность, но кто-то этой возможностью не воспользовался. Поэтому, друзья, давайте относиться к этой информации очень серьезно. Мы не зря сегодня наш вебинар начали с разных репортажей, с разных уголков Земли, которые говорят о технологии Skyway. И тут я даже не произношу такую фразу, что поверьте мне, друзья, этих репортажей все будет больше и больше, и они будут приходить из разных уголков. Это сегодня, друзья, по-моему, очевидно, уже всем. И не надо подходить, тем более, вот пока тут говорил, приходят, вот письма пишут, я не то, что прошу прощения, а эту информацию скрывать, я думаю, незачем. Вот когда готовим конференцию в Германии, и меня просят разрешения, чтобы на эту конференцию приехал и познакомился бывший министр транспорта Германии. То есть это человек, сейчас вот мы готовим конференцию в Риге, меня спрашивают, а можно ли мы на эту конференцию пригласим бывшего президента Латвии? Соответственно, ну, конечно, можно. Нынешние президенты играют в политику, а бывшие президенты, они в основном все очень разумные и профессиональные люди, поэтому если такого рода люди будут подключаться к проекту, всегда, друзья, милости просим. И мы всегда везде говорим, что мы вне политики, мы ни с кем не конфликтуем, мы ни с кем не воюем, мы только объединяем мир, потому что Skyway это объединяющая система, мы строим только единую систему, которая позволит убрать границы, если интернет убрал границы между информацией, то транснет уберет границу между странами, между людьми, и можно будет спокойно перемещаться из любой точки в любую точку, а как я люблю всегда повторять, еще при этом и бесплатно, и при этом еще первым классом самолета. Вот это, друзья, я хочу своими глазами увидеть, и хочу в этом еще и обязательно участвовать. Поэтому строй Skyway, друзья, спасай планету, мы объединяем мир, и объединять это наша работа. И работа, я могу сказать, у нас очень достойная, очень справедливая, и очень нужная. С чем я вас, друзья, поздравляю, будем двигаться дальше, строить, делать, привлекать, спасать. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok